Две горячих лепешки к столу – это подарок от соседей киргизов. По киргизски токач. Семья Тымко, попав в беду, неожиданно ощутила на себе душевную помощь читинцев. После того, как Нина, Александр и четверо детей, самому маленькому из которых 9 месяцев, потеряли в пожаре дом. Семейное гнездо было в три этажа, поэтому столб дыма стоял высокий, далеко видно. Когда загорелся лес, Нина была дома одна с малышами. Спаслась, схватив детей в охапку на уазике пожарных. Почти на коленях умоляла огнеборцев спасти дом. Они туда заехали, и уже, получается, постройки, все хозпостройки начали гореть. И пламя, которое от завора, пошло уже в сторону дома. И они мне сказали, мы тушить не будем. Я говорю, да как тушить-то, там дом не горит, мы, говорит, не пойдем, мы что, Рэмбо, что ли? Я говорю, так у нас там вы можете проехать, вы сможете потушить, пока дом сможете спасти. Я говорю, мне жить больше некуда, у меня четверо детей, мне где жить-то? Они взяли эти рюкзачки, одели, воды набрали, пошли пускать. Жилье семьи Тымко попало в кольцо огня. Недалеко сгорел дотла дачник оператив «Поляна». О том, как действовали пожарные в экстренной ситуации, семья может говорить долго. Наболела. Что мы тушили с этой стороны, а занялась с другой. Понимаете, то есть мы не знали, что в кольцо этот самый огонь взял. Но если бы вот была пожарная, вот здесь, в Фышму, два ранца с водой. Все, мы бы отстояли бы дом. Черт с ними, с этими постройками. И потом смотрим по лесу, этот же пожарник, весь в камуфляже, весь такой красивый с этой дороги. Прогулялся до нас, посмотрел, что у нас уже такой факел. Ну, представьте себе, метров 15, наверное, высотой дом, и факел еще выше. Вот. И он подошел, посмотрел на нас, глянул и вернулся, и стал на дорогу. От дома остались груды кирпичей, две стены гаража до полтеплицы. Но, как заметили хозяева, на пепелище уже побывали мародеры. Вытащили полусгоревший редуктор, да искали, чем поживиться. Осталась живая, единственная вот коса получилась, живая осталась, слава богу. Значит, козы будут. И самое главное, живая осталась под станцией. Потому что она сама стоит 2 миллиона, еще подключение, еще полтора. Так что я бы не осилил бы никогда больше. Уже бы не осилил никогда. Сейчас погорельцы остановились у родственников. Всех своих малышей до питомцев еле разместили. Дети едва отошли от передряги. Маленькая 9-месячная Настя долго плакала по двое ветра и треск огня. Спасенный вместе с людьми, бродяга Грэ кидается на стенку в вольере. Теперь, как и люди, нуждается в помощи. А за ней дело не стало. Прочитав в интернете про беду погорельцев, читинцы привезли столько вещей для детей и взрослых, еды и учебников, что Тымко уже передают их другим нуждающимся. Говорят, не ожидали. Я вот не ожидал. Я от города Читы этого не ожидал. Я считал, что мы обыкновенный город, понимаете? Но когда ехали машины одна за одной, мы людей совершенно не знали. Понимаете? И они везут и везут, везут и везут. Слезы вышибают. Это искренне абсолютно. И настолько, да, что я лично был шокирован. Я вот после этого, мне кажется, что читинцы – это самые ответственные люди. Вот понимаете? Я даже не знал, что так много хороших людей. Ирина Трофимова, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.